Приветики. Скажи приветики. Приветики. Опять лохматый сыночек. Быстро волосы растут. Вот кому не надо, чтобы волосы быстро росли, у него быстро и растут. А мы, друзья, сегодня пятница, с чем мы вас и поздравляем. А мы сегодня собрались в магаз местный прогуляться за вредными вкусняшками. И, как вы видите, Наташка в новых очках, которые уже успели в комментариях обозвать дешевкой за 200 рублей. Базарной. Сегодня замечательная погода. Солнышко. У нас уже давно дождя не было, у нас уже солнышко. Даже на мусон не похоже. Вот, друзья, показываю вам солнышко. Наш двор, который после дождичков, смотрите, как все позарастало. Класс. Замечательно. Ой, драмстик совсем засох. Смотри. Термиты съели драмстик, друзья. Горочка, смотри. Дима, ты помнишь, как ты на попе с этой горочки катался? Не на попе, если не так. А как это не на попе? На попе. Нет, я лазил. Вот так вы оттуда вниз скатывались. Пришла еще женщина, ругалась. Скатывались? Нет, вы здесь тоже скатывались. Да? Скатывались вы. Еще помнишь, что Рохана мама сказала, что здесь змеи маленькие, зеленые могут быть. Что там такое? Камушек. Ну, видите, как у нас все тут травка позарастала. Потому что его в мусон как-то у нас не очень так стригут, потому что оно все быстро зарастает снова. Ну, и потому что всегда мокрые, обычно всегда дожди. Дивин, вот это вот, по-моему, это драмстик. Да? Да, да, драмстик, смотрите. А вон вот эти цветочки для чая, вон там синенькие. Короче, тут у нас в джунглях есть чем поживиться. Вот это дерево фиговое уже, какое большое. Такое, смотрите, какое раскидистое. Так, Дивин, мне же надо все проверить надо, маме. Что, где? Тут ничего. Тут тоже ничего. Как-то они так вырасти успели. Да, потому что дождь идет. Боже, какое карамбула огроменная. Ее же постигли, да, она вообще малюсенькая была. Это же карамбула? Да, это карамбула. Карамбуле, ну, хочешь? Да, вонни же поясине. Нет, на обратном пути возьмем. Вон, смотри, вон есть желтенькая хорошенькая. Вон. Не надо сейчас, ну, не надо. Ну, она же завянет. Ну, что с собой-то? Не надо сейчас жрать. Это не зря, это листья. Это листья. Все, пошли. Пошли. Не надо вот это есть. Тут я понимаю, что оно и чистое вроде как бы, но все равно. Вот это вот гуава. Вот даже гуавочка есть маленькая. Ой, даже не одна. Смотрите. Вот есть гуавочка. Вот есть гуавочка зелененькая. Она очень красиво цветет. Я когда-то показывала. Это тоже гуава. Ну, здесь, конечно, так насадили плотно эти деревья. Смотри, они уже мешают друг другу. Там где-то манго есть, я знаю. И оно где-то уже, ну, совсем в тени там. Вот здесь вот. Да, вон манго. Он даже не растет. И это как выросло дерево. У меня муравьи уже залезть успели. Ну, вот не надо было в эту карамболу лезть. Ой, это кто такой? Майя. И это Кингфишер. Да? Да, вон он сидит на столбе. Кингфишер, Кингфишер. Синенький. Ну, у меня сильно так... Вон, видно. Да. Чего не поздороваться? Настроение у нас замечательное, бодрое, пятничное, праздничное. Хотя, девяну завтра в школу на 10 часов, правда, с 10 до 12 у него вот этот военный сбор. Форму еще не дали. Дадут, наверное. Наверное. Должны дать. А, ну, мы покажем. Ну, уже в следующем выпуске. Ну, то есть, когда дадут. Мы еще не знаем, дадут или нет. Вот. А то деньги собрали по 5 тысяч, а форму не дали. А, друзья, смотрите у нас... Смотрите, какая у меня футболка. И у Дживина. Это, значит, двоюродная сестра подарила Дживину две вот эти футболки. И он... Вот это ему понравилось. Это он сказал, что он не будет ее носить, потому что она гейская. Ну, ничего. Мама себе взяла, видите, Януш. Ему уже попробуй что-то купи. Он, друзья, как начнет выбирать... Ой, да не так же. Ну, да, да. То надпись не та, то черная не такое черное, как надо черное. Ой-ой-ой. Вот наша школа, друзья. И у нас завтра собрание родительское. То есть это библиотека. Там, я тебе говорю, четыре кондиционера. Вот это вот над крышей, вот там, да, над козырьком библиотека? Там, где кондиционер? Нет, на левом. На самом верху? А, на самом верху, где четыре кондиционера. Это библиотека. Понятно. И, друзья, у нас завтра собрание. Никто не хочет на него идти. Папа у нас в прошлом году, папа наш, ни разу не ходил на родительское собрание. Я ходила. В этом году тоже муж не хочет идти. И я не хочу идти. Получается, что Джекеш ходил на родительские собрания, когда вот Дживин хорошо учился. А сейчас он у нас уже не очень хорошо учится. И поэтому папа не хочет на собрания ходить. Меня посылай. Я говорю, я тоже не пойду. Ну что делать? Не хочу. Я в прошлом году учительница обещала, что мы тебе возьмем дополнительные занятия учителя по математике. Я просто, когда пошла в прошлом году на... У него с математикой все хорошо было. Поэтому я очень удивилась, когда вот эти вот тесты у него была низкая оценка. Я не знаю почему. Потому что было очень хорошо все с математикой. Мы больше всего переживали за хинди. Хинди более-менее нормально. И вот учительница говорит, что обязательно ему возьмите учителя. Я хотела на каникулы, когда были. Говорю, давай пусть занимается. Говорю, я учительница обещала. Муж сказал нет. Говорит, пускай у него будут каникулы, пускай он отдыхает. Хорошо, но уже два месяца, как уже каникулы закончились. Сам все выучу, говорит. Что-то я усердия у тебя особо не наблюдаю. Если честно. Сыночек мой сладкий. Ничего на нашей улице почти не изменилось. Вон там, вон стройка какая-то. Вон, видите, началась. Предвыборные плакаты до сих пор висят. Где-то в центре по городу поснимали, а у нас вон они просто выгорают. Что-то поснимали, что-то осталось. Вот этот дядька по всему городу остался висеть, Дживин. Дживин его терпеть не мог. Что-то не нравился им. Вот, а так все у нас здесь по-старому. Ничего не изменилось. Вот здесь вот голубятня есть. Дживин всегда на этих голубей смотрит. Нравится ему белый голубец. Танцуется. Ага. А мы уже подходим к нашему магазину и, представляете, почему-то мы по дороге не встретили ни одной собаки. Вот только сказала уже голос откуда-то. Потому что мы обычные им печеньки покупаем, угощаем. А тут, ну, прям, ну, ни одной нет. И они все подевались. Где-то здесь голос слышно. Ну, этот здесь всегда сидит. Это здесь, это местная мафия. Это хозяин магазина. Здравствуйте, вы нас пропустите? Спасибо. Ой, мамочки, вот здесь молодежи много возле кафешки. Смотрите, какие здесь цветочки. И кустики посадили новые в горшочках цветочки. Вообще красиво так сделали. Я смотрю, так популярностью пользуются вот эта вот кафешка. Ух ты, даже вон на улице столики поставили. Классно. Пошли, пошли. Пошли. И мы идем сюда. Все, друзья, накупили мы всяких бредняшек. Собирались только за чипсами. В общем, пришли. А накупили, как всегда, вон у меня полный рюкзак сзади. Чего-то. Вот, Дживен любит у нас ходить по магазинам с мамой, а не с папой. Потому что мама не может стопануть его, да? Да. Всякие бредняшки покупает. Договорились на чипсы уже. Касси подошли, а он уже побежал быстро. Жвачки, сникерс. Водичку эту. А давай. Хоть без краски. В этом. В комментариях. Зрители напишут вопросы. И мы в следующем видео ответим. В комментариях зрители напишут вопросы. И мы в следующих видео ответим. Хорошо. Зрители, пишите нам вопросы. Дживину особенно. Он будет отвечать. Да, Дживенчик? В следующем видео. Хорошо. Зрители, пишите нам вопросы. Сегодня какой, Дивин? Десятый? Или девятый? Девятый. Девятый сегодня. И пятнадцатого будет День независимости Индии. И уже начинается подготовка. Концерты в этом интернате у нас рядом. Ну, я же вам как-то показываю. Снимала там. Шумные девчата. Женский интернат у нас по соседству. Ой, у них сегодня была... Они, наверное, танцы репетировали. С самого... С самого утра музыка играла. У меня голова, друзья, квадратная была. Танцы и музыка, это, конечно, хорошо. Но когда целый день... Я так понимаю, что это будет аж до пятнадцатого уже, наверное. Хотя учиться-то им тоже надо. Посмотрим. Ну, у них там часто вот такие программы всякие шумные. И действительно, голова как кубик-рубик иногда просто дома сбежать хочется. По телефону без наушников разговаривать невозможно. У нас так хорошо вечером. Сейчас уже не жарко. Ну, хоть парит. Но все равно уже вот прям солнце садится. И так хорошо. Надо было нам еще куда-то пойти, Джейн, погулять, наверное. И так классно, как, знаете, как в деревне где-то у бабушки, когда я на каникулы летом приезжала. Вот какая-то вот такая атмосфера деревенская у нас. Нас вообще в штате так как-то все тихо. спокойно. Ну, конечно, шумно. И этот трафик, и гудки, и машины, и эта вся движуха. Но все равно как-то, я не знаю, мне вот керало это как деревня. Какие-то все, понимаете, как расслабленные все, на расслабоне. Такие домики у нас. Тирин, пойдем на качелях кататься. Пойдем. Тирин. Фух. На качелях покатайся. Не хочешь? Вот мы здесь раньше каждый вечер до темноты на этой горке. Слушай, а ее что, покрасили или что? А зачем ее внутри покрасить? Странно. Красят здесь иногда, но смотрите на эту белую лошадь, какая она вся. Я даже не знаю, вы думаете, что это плесень, но мне кажется, что это просто грязь, наверное. Здесь все очень-очень быстро, друзья. Все очень быстро грязнится. Конечно, наш дом, смотрите, его, ну, считайте, уже как минимум 10 лет его, да, как построили и не красили. И, конечно же, его уже пора и покрасить. Но дело в том, что... Я это только недавно поняла. Дело в том, друзья, до меня недавно дошло, потому что у нас на нашем этаже, например, 7 квартир. Ну, у нас по-разному. Например, на первом этаже у нас всего 2 квартиры. На первом этаже 2 квартиры, да. А что такое? А на нашем этаже 7 квартир. И сейчас на нашем этаже остались только мы, одни собственники. Остальные все сдают в аренду. Наш сосед тоже купил уже виллу. Вот этот адвокат сосед. У нас было двое собственников, остальные арендаторы на нашем этаже. И вот у него на новоселье было, и мы не смогли пойти. Может быть, попозже сходим. Но там те, кто с нашего дома ходили, знакомые, то говорили очень. Там все красиво, там ремонт шикарный. Ну, вообще все классно. Вот. И он, значит, переехал. И он будет сдавать свою квартиру. И вот так вот я... Наверное, на каждом этаже только по одной квартире. Вот приблизительно где-то так. Поэтому вот это вот все красить, оно получается, что никому не надо. Здесь почти все живут съемщики. Потому что в прошлом году ходили разговоры о том, чтобы дом покрасить. Боже, Дживен, под тобой эта качель, они оборвется. Блин. Смотрите, как он раскачивается. Ходили разговоры, что будем красить весь дом. Но так это все на уровне разговоров. Все и затихло. Покатаемся немного на качельках. Сыночком. Сыночком покачаемся. Ой, еще когда сюда приехали, он такой маленький был. С мамой гулял. Мама на качелях качала больше. Ну, не раскачивайся так. Ну, пожалуйста. Вот так вот, друзья, время летит. И уже этот маленький в восьмом классе учится. Аж не верится. Когда-то говорила мне моя мама, что когда в школу пойдет, только успевай. Классы считать. Время в каком классе так быстро летит. Так оно и есть. И уже 10 лет, как мы здесь квартиру купили. Да? Да. Ну, вселились мы в 15-м году. А купили мы где-то в октябре 2014-го. Ну, вселились уже в марте, по-моему. В марте 15-го года. Ремонт нам так долго делать. Девин, я не знаю, ли это на твой вес рассчитано. Тебе пофиг, боже. Папа в обморок упадет, увидит. Я не знаю, я не могу на это смотреть. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. У тебя сама, наверное, так же качалась в детстве. Все, друзья, прогулялись мы немножко. Пошопились немножко. Уже убежал, дживен. Я буду прощаться с вами, друзья. Спасибо за внимание всем. Всем пока-пока, друзья. Берегите себя и друг друга. Не ссорьтесь по пустякам. Желаю всем приятных выходных. Пока-пока, друзья. До новых встреч. Напоминаю вам про... Девин, иди сюда попрощайся. Напоминаю вам, чтобы не потеряться сейчас. Подписывайтесь на телеграм. Ссылка есть в описании канала. Что лохматик? Пока-пока скажешь. Пока-пока. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok